ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Президент Владимир Путин считает, что цены на бензин в нашей стране можно снизить. Правда, не повсеместно. По словам главы государства, есть регионы, куда горючее сложно доставлять. Там неразвитая дорожная инфраструктура. Как отметил Путин, цитирует цена на первичный продукт, нефть, держится сейчас достаточно высоко, под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог. Так и хочется сказать Владимиру Владимировичу. Думаете, что можно снизить? Так снижайте. ТРАССА СТО ОДИН Министерство транспорта еще раз сообщило о поправках в бюджетный кодекс, согласно которым деньги от штрафов ГИБДД будут тратиться только на ремонт и строительство автодорог. Произойти это должно с началом 2019 года. В результате дорожные фонды регионов получат дополнительно около 60 миллиардов рублей каждый год. Примерно треть этой суммы достанется Москве. ТРАССА СТО ОДИН Президентский совет по правам человека раскритиковал идею Союза автошкол о том, чтобы водители сдавали экзамен на знание ПДД каждые 10 лет при замене прав. В резолюции совета говорится, цитирую, «необходимость повторного прохождения тестирования создаст группу посредников, в том числе и с числа бывших сотрудников МВД, которые за взятку будут помогать сдавать экзамены в подразделениях ГИБДД, а также будут стимулировать сотрудников экзаменационных служб ГИБДД к совершению должностных преступлений». Кроме того, считают правозащитники, на внедрение новой системы и контроль за ней потребуются немалые бюджетные деньги. Кстати, новость о том, что сдавать теорию, возможно, придется не раз, переполошила многих российских водителей. Например, в Екатеринбурге число желающих заменить права за последние дни выросло наполовину. Причем в МРЭО идут даже те, у кого срок действия водительского удостоверения истекает только через 5 лет. Вот так хайпанул Союз автошкол. ТРАСА 101 Отношения между отечественными автомобилистами, на мой взгляд, ухудшаются. Поводов для гнева все больше. Подрезал, не пропустил, не показал поворотник, занял чужое место. Последняя поссорила двух автовладельцев в Омске – мужчину и женщину. Дама, приехав домой, не смогла припарковаться на привычном для себя месте. Там стояла другая машина. Что же она сделала? Скрутила у авто передний регистрационный знак и стала требовать у оппонента выкуп за него. Мужчина поначалу был согласен, предлагал барышне деньги, но потом передумал и вызвал полицию. Теперь за кражу знака женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо тюрьма. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Яхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова